Был создан в кратчайшие сроки. В результате отечественная морская авиация получила на вооружение абсолютно новое оружие. Правда, конструкторы так и не поняли, как в рыбацкие сети вместе с торпедой попала абсолютно секретная техническая документация. В конце 60-х годов по количеству ядерных боезарядов Советский Союз в пять раз уступал блоку НАТО. При этом американская стратегия гибкого реагирования допускала ведение не только всеобщей ядерной войны, но и ограниченного конфликта с применением атомного оружия. Для советских вооруженных сил поддержание стратегического арсенала в боевой готовности стало задачей номер один. Помимо баллистических ракет, подводники с особенной ответственностью подходили и к эксплуатации ядерных торпедок. В целях безопасности они хранились только в торпедных аппаратах. Мало кто знает, что эти устройства – своеобразные подводные пушки, которые по сложности не уступают своим сухопутным аналогам. Ведь они стреляют снарядом, который должен преодолеть мощное давление воды. И это не только торпеды. Аппараты могут стрелять и приборами гидроакустического противодействия МГ-74, не имеющими аналогов в мире. Они защищают лодки от атак противолодочных сил. Этот прибор изображает своим создаваемым акустическим полем портрет подводной лодки. Подобно Крысолову, имитатор шумов лодки уводит за собой весь отряд противолодочных сил. Принцип действия подобного прибора хорошо отражен в американском художественном фильме «Опасность из глубины». Торпеды, они приближаются, сэр. Запустить защитные снаряды. Есть, сэр. Торпеды захвачены защитными снарядами, сэр. Мы победили. В отличие от американского аналога, советский имитатор шумов подлодки способен еще и ослеплять поисковые станции противника. Это режим подавления станции. То есть излучается мощный сигнал в полосе рабочих частот станции противника, тем самым станция задавливается. Кроме того, при помощи торпедных аппаратов моряки решают еще одну важную задачу. Торпеды обеспечивают выход подводного спецназа. Для этого существует ряд особых устройств, самое фантастическое из которых – складной одноместный вертолет К-56. Разработанный совместно с ОКБ Камова, он способен выстреливаться через торпедный аппарат под водой вместе с пилотом. Подводные спецназовцы с помощью буксировщиков доставляют его на берег, где приводят в рабочее состояние и проникают вглубь территории противника. Торпедное вооружение сосредоточено в первом отсеке, но он же является важнейшим в борьбе за живучесть корабля. Ведь один из вариантов спасения экипажа с подлодки – выход через торпедные аппараты. Спасательный гидрокостюм с дыхательным аппаратом позволяет покидать субмарину на глубинах, где давление достигает свыше 10 атмосфер. Поэтому всплытие происходит по тросу, бурепу с паузами для декомпрессии. Иначе неизбежна кессонная болезнь и баротравмы легких. Это хорошо знают современные дайверы. Только высочайшая подготовка и самообладание позволяют морякам под водой в абсолютной темноте внутри торпедного аппарата выполнить сложнейшие операции и подать сигналы, от которых зависит не только личная жизнь, но и жизнь всего экипажа. 27 мая 1968 года погибла вторая новейшая атомная субмарина ВМС США «Скорпион». Она исчезла со всем экипажем юго-западнее Азорских островов, не успев даже подать сигнал бедствия. По одной из версий, причиной катастрофы стал взрыв собственной торпеды. Мало кто знает, что за несколько лет до этого еще большей опасности находилась советская подлодка К-21, которой командовал тогда Владимир Черналин. Он первым на флоте проверял возможность быстрого всплытия в арктических льдах с помощью специальных боевых торпед. Для двух случаев. Первый случай. Подводная лодка ракетная, допустим, надо применить оружие. Оружие для стрельбы ракетами, значит, надо было всплыть в надводное положение, потому что из-подо льда стрелять нельзя. И вторая, если подводная лодка идет подо льдом, и случилась какая-то неприятность, какая-то авария, когда нужно сразу же всплыть в надводное положение. Испытания начали с подрывов двухметрового льда. Когда толщина ледового панциря увеличилась до 8 метров, при очередном залпе произошло непредвиденное. У нас одна торпеда застряла в торпедном аппарате, что бывает чрезвычайно редко. Но неприятность была в том, что она прошла какую-то длину, и уже была, так сказать, высунулась из торпедного аппарата. Последняя защита торпеды от взрыва снимается после прохода ею 500 метров. Это расстояние отсчитывает специальная вертушка. Ситуация такая. Лодка плывет, вертушка это отрабатывает, крутится, а торпеда-то в торпедном аппарате фактически находится. И если бы она рванула, то никому бы там не повезло, не посчастливилось. Напряжение в лодке достигло критического предела. Всплыть сквозь толщу 10-метрового льда даже атомоходу весом в 5000 тонн было бы невозможно. Подводный атомоход К-21 после неудачного пуска продолжал идти по толще арктического льда с торпедой, вышедшей из лодки лишь наполовину. В любую секунду мог произойти взрыв ее боезаряда. Экипаж спасли торпедистов. По приказу командира они произвели повторный выстрел. И застрявшая торпеда ушла к цели. Пройдя подо льдами более 1700 миль, подлодка Владимира Чернавина успешно завершила поход. Этот эксперимент с торпедным оружием сделал возможным производить арктические старты морских баллистических ракет из-подо льда. А конструкторы гидроприбора пришли к выводу о возможности использования торпед в совершенно новом качестве, в виде головных частей ракета-торпедных комплексов. Наиболее близок к этому оказался опыт минно-торпедной авиации, накопленной в годы войны. Вместо ракеты торпеда доставлялась тогда к цели на самолете. Всех одно. Атака! Атака! Современным конструкторам пришлось решать и новые задачи. Для авиационной торпеды, когда она сбрасывается и ударяется в воду, то есть на переходе тяжелейшей среды воздух, вода, вода 800 раз плотнее, да, она должна быть безопасной, она не должна взорваться. Чтобы ускорить доставку к цели, авиационную торпеду АТ-2 передали в МКБ «Радуга», где ее разместили под корпусом крылатой ракеты. В результате время поражения субмарин сократилось в несколько раз. Первый такой комплекс получил название «Метель». Он был предназначен для стрельбы по водлодкам со сторожевых кораблей. Позже, после модернизации, «Метель» получила возможность поражать и надводные цели. Ракеты-торпедами были вооружены и субмарины. В 70-х годах ВМС США переклассифицировали свои авианосцы из ударных многоцелевых. Для этого был изменен состав базирующихся на них самолетов в пользу противолодочных. Теперь они могли не только наносить воздушные удары по территории СССР и его союзникам, но и активно противодействовать развертыванию в океане советских подводных лодок. Для прорыва обороны и уничтожения многоцелевых авианосных соединений советские подлодки стали вооружаться крылатыми ракетами, стартовавшими в том числе из торпедных аппаратов и летевшими на сотни километров. Но даже это дальнобойное оружие не могло потопить плавучий аэродром. Требовались более мощные заряды. Поэтому специально для атомоходов типа «Щука» конструкторы гидроприбора создали торпеду увеличенного калибра 650 миллиметров, которая несет более 700 килограммов взрывчаток. Этот образец используется в так называемой «мертвой зоне» своих противокорабельных ракет. Он наводится на цель либо самостоятельно, либо получая информацию от внешних источников целеуказания. При этом торпеда может подойти к противнику одновременно с другими средствами поражения. Защититься от такого массированного удара практически невозможно. Мы разработали торпеду 65-76. 50 узлов, 50 километров. Нет такой торпеды ни у кого в мире. Американцы их называли «смерть авианосцем». Вы знаете, в чем преимущество торпеды перед ракетой? Ракета обнаруживается, пуск ее обнаруживается, выход из воды. А торпеда бесследная. Акустика ее может обнаружить по шуму, но бывает всегда поздно. 15 января 1970 года в СССР была проведена очередная перепись населения. Его численность достигла рекордной цифры 242 миллиона человек.